В 1997 году индустриально-педагогический техникум был переименован в Актюбинский политехнический колледж, один из ведущих учебных заведений в системе технического и профессионального образования в Республике Казахстан. За определенный период времени в колледже создан высокопрофессиональный педагогический коллектив с богатыми традициями и новаторскими замыслами. Здесь работают более 100 инженерно-технических работников, среди них отличники профтехобразования, кандидаты наук, магистры, авторы собственных учебных программ и учебно-методических пособий. Если ранее техникум готовил специалистов только по одной специальности – механизации сельского хозяйства, то на данный момент уже по 12 специальностям, которые сгруппированы следующие направления – нефтегазовое дело, информатика, вычислительная техника, электроэнергетика, строительство, экономика, переводческое дело. Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в 21 веке – это активные, образованные и здоровые граждане. Что нам нужно сделать для этого? Во-первых, все развитые страны имеют уникальные качественные образовательные системы. Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех двенек национального образования. Основанием по внедрению дуального обучения в Республике Казахстан послужило заявление президента Республики Казахстан Нашултана Абишевича Назарбаева в рамках визита в Федеративную Республику Германия в феврале 2012 года о намерении казахстанской стороны внедрить систему подготовки профессионально-технических кадров на основе немецкой дуальной модели. Изучение международного опыта ряда ведущих стран мира, таких как Германия, Сингапур, Белоруссия, показывает, что в каждой стране имеются свои особенности в организации дуального обучения. Сейчас уже общепризнана невозможность прямого копирования дуальной системы других стран. Наиболее эффективно внедрение только элементов дуального образования. В 2013 году в Актюбинской области начинается работа по созданию экспериментальных площадок по внедрению дуальной системы подготовки кадров. Согласно приказу Управления образования по Актюбинской области о создании экспериментальных площадок для внедрения международного опыта работы и элементов дуальной системы подготовки кадров, Наш колледж в числе других является экспериментальной площадкой по внедрению элементов дуального обучения по следующим специальностям – строительству и эксплуатации зданий и сооружений, а также автоматизации и управления. Работа по внедрению дуального обучения в колледже была разбита на три основных этапа. На первом этапе 2013 года изучались возможности исследуемого содержания дуального обучения в колледже, то есть определялись цели, задачи, структуры работы. На втором этапе 2013-2014 года была осуществлена разработка научно-методического обеспечения, определена методика обучения студентов в условиях дуальной формы обучения и социального партнерства – колледж-предприятие. На третьем этапе с 2014 года и последующие годы проводятся основные эксперименты, нацеленные на внедрение дуального обучения и составление модели подготовки специалиста. По дуальному обучению преподавателями нашего колледжа были опубликованы статьи, доклады на областном, республиканском и на международном уровне. Принимали активные участия в различных семинарах, в педагогических чтениях, на областном, республиканском уровне. По теме внедрения дуальной формы подготовки кадров в Акционерное общество Акционерский политехнический колледж заняли призовые места. Поскольку успех дуального обучения определяется уровнем развития соцпартнерства, основными партнерами по внедрению дуального обучения являются такие организации, как ТО «Строидеталь», ТО «Химстрой Актьюбе», ТО «Улан Компании», ТО «Технолинк ЛТД», ТО «Кип и Автоматика», ТО «АМК Жары». Активинский политехнический колледж является одним из лучших учебных заведений Активинской области. Применяется практика по обмену опыта, когда наши специалисты проводят занятия и делятся своими опытами работы. Студенты проходят производственную практику и показывают хорошие базовые знания, дисциплину. Надеемся на хорошее долгосрочное благотворное сотрудничество. В колледже организована большая работа по выработке механизмов взаимодействия организации колледжа. То есть совместно проводятся различные мероприятия, такие как день открытых дверей, встречи с работодателями на классных часах, беседы по выбору профессии, профориентационные экскурсии, а также в целях популяризации рабочих профессий совместно с социальными партнерами среди студентов проводятся профессиональные конкурсы. Совместно с организациями пересмотрены учебные планы, разработаны графики учебного процесса. Преподаватели прошли курсы повышения квалификации в организациях. Анализируя спрос и предложения специалистов, а также текущих и перспективных потребностей организации на рынке труда, работодателями были рекомендованы получение рабочих профессий. К примеру, по специальности автоматизации управления такие рабочие профессии, как слесарь-электромонтажник третьего разряда, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике второго и третьего разряда, приборист. Усу үш сұлдай политический колледж, біз тұғыз бұлышақта мамандарды энергетикасаласына керек қажетті мамандарды дайындау жоуасында жұмыстебаттарміз. Сау-сәнде партнер бол, жұмыстебаттарміз. Мұның қазіргі өте жақсы, қазіргі жастарға колледжды оқытқан, болыншақта ұзы қындай кәсіппен айналасамыз деген жастарға дуалдық жүйесі соғы ендірілі бәдір көп колледждерді. Соны біз әнді кәсіп көліретінде қолдаймыз, соғы жаға политический колледжа, аталған политический колледж бен балдарын практикаға мүмкшіліп болса практикаға ғағымыз. Ту айым қажарып, 2013 жылдан бері нағытта түрлі жұмыстар меғанысып, яғни электрикамен айналысып келеміз. 3 жылдан бері, 3 жыл жобасында Ақтеуе Политехникалық колледжімен тұғыз байланыс жасаудамыз. Қазіргі тамда Ақтеуе Политехникалық колледжімен электромамандықтары және автоматизация мамандықтары бойынша Қазіргі тыдық anybody tuvo дырдығанғыз байланып, По специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений были определены рабочие профессии – каменщик, штукатур, бетонщик, арматурщик. При этом при разработке рабочего учебного плана, соответственно, по предложению работодателей были внесены следующие изменения. То есть увеличена продолжительность учебных производственных практик за счет проведения лабораторно-практических занятий на базе организации. С целью повышения интереса обучающихся к рабочим профессиям и качеству их профессиональной подготовки, заключительным этапом по внедрению дуального обучения по специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений, в колледже проводится конкурс «Лучший по профессии». Студенты продемонстрировали рабочие профессии – каменщик, штукатур, бетонщик и арматурщик. В качестве жюри были приглашены представители наших социальных партнеров – ТО «Аэлмикс», ТО «Химстрой», ТО «Строидеталь». Студенты продемонстрировали приобретенные знания, умения и навыки в рабочих профессиях, прошли подготовку по дуальной системе обучения. Вся учебная и производственная практика проходила на базовых предприятиях. Соответственно, по окончании конкурса студенты получили приглашение на работу. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Октюбинским политехническим колледжем. Это в порядке 15 лет, наверное, точные даты не подсчитывали. На протяжении этих лет студенты, выпускники этого колледжа, проходят у нас производственную практику, преддипломную практику, дипломную практику, стажируются мастерами, когда подходит время к выпуску. Ну и многие выпускники политехнического колледжа у нас приходили к нам на работу, работали мастерами, прорабами, старшими прорабами. Поэтому связь у нас с политехническим колледжем такая очень тесная. При внедрении дуальной формы обучения получили следующие результаты. Подготовили высококвалифицированного специалиста, владеющий требованиями компетенциями современного производства. Повысили трудоустройство выпускников колледжа. Повысили ответственность социального партнерства между учебным заведением, студентом и работодателем. Меня зовут Артамов Симур, я студент третьего курса. И я уже работаю по специальности в компании DigitalPro. Работаю программистом, разрабатываю сайты, различные веб-приложения. И очень рад, что я перешел на дуальную форму обучения. Очень удобно совмещать работу с учебой. Для студентов, которые обучаются по дуальной форме обучения, внедрено дистанционное обучение. После регистрации в системе студенты самостоятельно изучают материалы по каждому предмету, получают варианты заданий, отправляют выполненные работы, при этом сдают тесты по определенным дисциплинам. С чемпионатом WorldSkills Казахстан Акцюбинский политехнический колледж знаком уже давно. В соответствии с перспективными планами, в феврале 2015 года акционерным обществом Республиканский научно-методический центр на базе Акцюбинского политехнического колледжа прошел региональный конкурс профессионального мастерства лучшей по профессии в соответствии со стандартами международного движения WorldSkills Казахстан. Выступающим национальным оператором данного проекта и является Холдинг Асипкор. По итогам прошедшего регионального чемпионата в Акцюбинской области студент 4-го курса Ишенгалеев Раимбек Хонахбаева был удостоен высокой оценки знаний, умений и навыков и был номинирован для участия в национальном чемпионате по управлению IT-системами. В августе 2015 года международный чемпионат WorldSkills в городе Сан-Пауло, Бразилия студент Ишенгалеев Раимбек Хонахбаева принял участие в национальной сборной WorldSkills Казахстан в международном чемпионате WorldSkills. Я Ишенгалеев Раимбек, выпускник Акцюбинского политехнического колледжа 2015 года. Во время учебы мне удалось участвовать в соревновании WorldSkills. Во время учебы я получил много знаний и навыков. Благодаря этому я победил в региональном чемпионате WorldSkills, а также в национальном чемпионате WorldSkills Аллахстан. И, конечно, это заслуга тренеров. И хотелось поблагодарить в первую очередь тренера и преподавателей, а также директора Акцюбинского политехнического колледжа. В чемпионате нынешнего года Соктюбинского политехнического колледжа приняли участие четыре конкурсанта. Трое из них вернулись призовыми местами. Первое – Махсатов Жасулан, третье место – электромонтажные работы. Второе – Васильев Артем, веб-дизайн. И третье – Данько Владислав, третье место – кирпичная кладка. Таким образом, построение дуальной формы обучения в колледже, ориентированной на реальные потребности регионального рынка труда, социальные и карьерные ожидания молодежи позволяют на качественно новой основе обеспечить многоуровневую подготовку кадров, сформировать оптимальную систему управления взаимодействия колледжа с предприятиями и тем самым обеспечить высокое качество профессионального образования.